Привет, друзья! Вы на канале Цветоводы Всех Стран. Объединяйтесь. Меня зовут Юлия. И сейчас, в 20-х числах мая, к сожалению, отцветают тюльпаны. Очень красивые у меня тюльпаны в этом году. Но вот-вот распустятся лилейники. И, конечно, все мы очень ждём, когда всю свою красоту покажут хосты. Но, вы знаете, я вам открою секрет. Мне хосты нравятся именно вот в таком виде. Мне кажется, что именно сейчас они трогательно прекрасны. Вот такие малыши уже начинают выбрасывать цветоносы. Скоро зацветут. Но вот эти сложенные кулёчки – это что-то невероятное. Давайте прогуляемся по моему саду. Я вам покажу, какие ещё хосты есть в моём саду. С этой стороны купены ещё одна хоста. Очень-очень красивая. Вот так сейчас это выглядит. Хост в саду должно быть много. Одно милейшее зрелище – это вот такая мини-хосточка. Посмотрите, какой гиацинт и хоста. Ну, крошечка такая маленькая. Такая маленькая она. Но хорошенькая до невозможности. Очень люблю эту хосту. Посадила её на подпорную стенку, чтобы её было виднее, чтобы можно было за ней наблюдать. Очень симпатичная. Здесь рядом с уже отсветающей дармерой, но про неё будет отдельное видео, есть ещё одна маленькая хосточка, которая очень-очень активно цвести собирается. Посмотрите, сколько у неё уже цветоносов. Маленькая да удаленькая. А это кочедыжник непонский. Красавчик. Очень его люблю. Обязательно буду вам его показывать чуть позже во всей красе. И вот троица, которая будет рассажена в этом году, потому что вот эта огромная хоста-монстр. Посмотрите, даже сейчас уже видно, какая она огромная. Надо её делить. Но в прошлом году я хотела вообще выкопать и отдать её. Но теперь я передумала с ней расставаться. Просто выделю ей побольше местом. Отсажу эту хосточку. И с этой стороны тоже хоста будет пересажена. А это пусть здесь растёт. Тем более у меня тут такая коллекция, компания собралась растений с большими листьями. Это красавица Роджерсия. Вот она какая красивая. И бузульник от Элла. Все эти растения имеют большие красивые листья. И хосточка здесь будет вполне уместна. Пусть растёт. Мы пройдём чуть дальше в Белый сад. Я вам покажу хосты, которые, наверное, самые первые поселились в моём саду. И вот такие уже довольно приличные кустики нарастили. Сейчас в мае очень интересно выглядит хоста Белое перо. Сейчас она действительно белая. Почему-то получается всегда, что я снимаю эту хосту после дождя. И тогда её листики вот такие чумазые. Но что делать, если дожди в мае? Это норма для нашего климата. Но сейчас, конечно, очаровательно выглядит эта хоста. Но, к сожалению, чуть позже она начнёт... Сначала жилки у неё такие зелёные появятся, а потом она полностью позеленеет. Но вот ради этой её майской красоты, я думаю, стоит посадить. Тем более, кто собирает, коллекционирует хосты, то вот такую жемчужинку надо иметь. Маточки, которые больше всего мне нравятся, как они выглядят весь сезон, я посадила на центральную клумбу, прямо рядом с верандой. Очень красивый рисунок, красивые листья. Обязательно вам летом покажу. И обалденные тюльпаны. Как же долго, как же красиво они цветут, друзья мои. Это просто чудо какое-то. И с другой стороны, тоже в компании этих же тюльпанов, цветущие груши колоновидные, у меня тоже ещё одна очень симпатичная хосточка. Сдуру я насыпала, конечно, скорлупу яичную. Но настолько я люблю эти хосточки, что мне важно было защитить их от всяких улиток и остальных вредителей, которые покушаются на её нежные листики. Девушки, простите, смотрится это, конечно, не очень фотогенично. Но мне важнее было сохранить непокусанными эти листики. Друзья, конечно, хост в моём саду гораздо больше. Но в основном они повторяются. И как это смотрится в композиции, сейчас не совсем понятно. Это будет видно, и обязательно я вам покажу, когда они поднимутся, раскроются в полную силу. И обязательно летом я сниму ещё видео и расскажу, почему я посадила хосты именно в это место, что я этим хотела добиться. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Будем создавать сады вместе. И красивые ухоженные сады – это, конечно, хорошо. Но ведь самое главное, чтобы в наших домах был мир. Мир в наши дома. Пока-пока.